Это программа «Губерния». Главные темы выпуска. В покушении на убийство, разбой, поджоги признали виновным студента Ивановского вуза. Все это 18-летний парень сделал из-за того, что заводчица не отдала ему котенка Мейн-Куна. Я довольна решением областного суда. Апелляции пенсионного фонда отклонены. Две одинокие мамы получат законные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Прокуратура региона поддержит и другие подобные иски. Здание, которое много лет разрушалось, восстановили за год в его историческом облике. Объем инвестиций почти 100 миллионов рублей. Наша задача как администрации города заключается в том, чтобы у нас не было брушенных зданий. Больше 100 тысяч заплатила за тур семья из Новый Талец. Но съездить так и не получилось. Пострадавшие обратились в суд. Не состоялось это, конечно, наша мечта. Но мы надеемся, что в ближайшее время мы все равно туда съездим. Привезем земли, как говорится, родные. Помогите у отца. Здравствуйте. Итак, сейчас об этих и других событиях расскажем подробнее. Стало известно, что на Украине погибли еще трое военнослужащих из Ивановской области. Они представлены к награждению Ордена Мужества. Командир боевой машины разведывательного взвода Дмитрий Захаров, старший оператор роты беспилотных летательных аппаратов Алексей Дмитричев, командир машины роты радиационной, химической и биологической защиты Максим Мустафин проходили военную службу по контракту на территории Ивановского гарнизона. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. Ранее мы сообщали о гибели в ходе военной операции еще пяти военнослужащих, среди которых уроженцы нашей области, служившие в других регионах и бойцы Ивановского гарнизона. В покушении на убийство, разбои, поджоги обвинили студенты одного из Ивановских вузов. В феврале прошлого года молодой человек напал с ножом на женщину, ограбил и поджег ее квартиру и увез маленького ребенка. Все это 18-летний парень сделал якобы из-за того, что заводчица отказалась отдать ему котенка породы Мэйн-Кун. Какое наказание ждет осужденного, сейчас расскажем. В феврале прошлого года Ирина Матковская разместила на Авито объявление о продаже котят породы Мэйн-Кун. С ней созвонился молодой человек Ярослав Петрищев. В первый раз он пришел к ней домой в микрорайоне Рождественский просто выбрать животное. Заводчица и покупатель договорились встретиться через неделю. Молодой человек оставил предоплату 5000 рублей. Но полной суммы 30 тысяч у него не было. Поэтому за несколько дней до повторного визита Ярослав купил нож и продумал нападение. С этой версией следствия позднее согласился суд. В тот день с Ириной дома была двухлетняя дочь Эмма. В момент передачи котенка я ждала получить деньги, а он перерезал мне горло. При ребенке. То есть у меня ребенок стоял в двух шагах от меня. Ирина начала кричать и стучать по полу соседям. Ярослав пригрозил убить дочку. Общей сложностью нанес женщине 38 ножевых ранений. Пытался задушить подушкой. При этом обращался к ней на «вы». Ирина предлагала нападавшему забрать все имущество. Однако договориться не удалось. Суд установил, что после этого студент забрал котенка Мейн-Куна, мобильный телефон, ключи от квартиры и машины. 100 рублей из халата в коридоре. Облил жилье горючей жидкостью. Сделал дорожку к пострадавшей и поджег в нескольких местах. Ирина еле-еле уговорила парня увезти из квартиры дочь. Жилье пулало, но женщина не выбиралась, боясь, что нападавший причинит вред ребенку, если поймет, что она еще жива. Только когда они вышли из подъезда, Ирина выползла из квартиры и позвала соседей. С последних сил уже скричала. И вот меня услышала соседка моя, Смирнова, Ирина, с девятого этажа. Она вызвала сотрудников, она очень мне помогла, она спасла мне жизнь. Они держали мне горло, укутывали меня одеялом, они меня качали до последнего. Это первая дежурная смена. Воробьев, Пиктор, Чедаев, Денис и Круглов, Максим. Им огромное спасибо. Всю в крови. Пострадавшую отвезли в областную больницу. Ярослав Петрищев в это время оставил двухлетнюю Эмму в аптеке на Шереметьевском проспекте и отправился к своей подруге, чтобы подарить ей котенка. Он поспорил с девочкой, каким-то цветом бенгальский тигр, и проиграл. А она загадала желание котенка Мейн-Куна. Ну и долбила его постоянно. Ну где мой котенок, ну где мой котенок? То есть следствие показывало мне переписку их в мессенджере. Ну когда ты не привезешь котенка? Ну когда ты не привезешь котенка? Задержали Ярослава у той же аптеки. Молодой человек из Великого Новгорода. Студент химтеха. Прожил в Иванове чуть больше полугода. Из достаточно обеспеченной семьи у него есть два младших брата, о которых он ранее заботился. Полицейским Петрищев говорил, что в жизни надо попробовать все. Себя не выгораживал. Он был на суде, был очень спокоен, признан вменяемым. Суд согласился с позицией органов прокуратуры относительно характера и размера наказания и назначил по совокупности преступлений 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, строгого режима, а также один год шесть месяцев ограничения свободы. Кроме того, в отношении подсудимого примена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра. Осужденный также должен выплатить 2 миллиона рублей за моральный вред и 1 миллион 600 тысяч в качестве материального ущерба. Ирину после полученных ранений отвезли в областную больницу в очень тяжелом состоянии. За ее жизнь буквально боролись. Врачи Кулагин, Владимир, Морозов, Николай, медсестры и санитарки. Попал в органы везде и приехала я в областную больницу нулевая. У меня осталось 500 грамм жидкости во всем организме. Перерезана у меня еремная вена. То есть как бы плохо у меня здесь все лицо. Я его не чувствую. Перерезана рука, сухожилия все на руке перерезаны. И она у меня практически не функционирует. Только, конечно, ну на таблетках я, честно скажу. Сейчас, несмотря на все это, Ирина не теряет духа. Надеется восстановить три обездвиженных пальца на левой руке. Дети у Эммы есть еще старшая. Сестра занимаются с психологом. С решением суда женщина согласна и очень благодарна всем, кто помогал. Сдавал кровь, приносил вещи и переводил деньги. Ярослав Петрищев и его защитники считают 16 лет слишком строгим наказанием, а ущерб неподъемным. Приговор обжалуют в областном суде. Марина Зейна, Диезжельзов, телекомпания «Барс». Две одинокие мамы выиграли суд у пенсионного фонда и отстояли свое право на получение пособия на детей от 8 до 17 лет. Помогли им пройти путь судебных тяж прокуратура и юридическая фирма. Несмотря на то, что региональное отделение ПФР подало жалобы на решение фрунзенского суда. Апелляции по двум случаям рассматривали в среду. Наталья Сергеева с репортажем из областного суда. Екатерина Муравьева – многодетная мама. В июле 2021 года подала заявление на получение пособий на двоих сыновей. Выплата на поддержку детей от 8 до 17 лет была принята на федеральном уровне как раз с минувшим летом. В пенсионном фонде многодетной маме отказали из-за того, что у Екатерины с мужем заключено алиментное соглашение, а не назначены алименты по суду. Так прописано в законе. Нужен исполнительный лист. Я как бы не остановилась. Я собрала порядка 40 семей, которые находятся в такой же точности ситуации, которым также ПФР отказала в этих пособиях. И мы с ними объединились, написали коллективную жалобу. История с отказом в выплатах дошла до Верхневолжского юридического бюро. Руководитель Вита Галайба решила бесплатно отстаивать право многодетной мамы на выплаты. Суде первой инстанции удалось одержать победу. Однако пенсионный фонд не согласился с данным решением и оспорил его. Апелляцию областной суд рассматривал сегодня. Представитель ПФР поддержала поданную жалобу. Законодатель усматривает право на возникновение права на ежемесячное пособие только с фактом наличия решения суда о взыскании алиментов на конкретного ребенка, на которое положено пособие. Свою позицию отстаивала и Екатерина вместе с юристом. Отказ, по их мнению, носит формальный характер. Ведь Семейный кодекс допускает возможность получения алиментов как на основании соглашения, так и по решению суда. Остальное – законодательная коллизия. В итоге все решилось в пользу многодетной мамы. Выходит, что с сегодняшнего дня выплаты должны быть назначены и неполученные суммы выплачиваться. За 9 месяцев на двоих сыновей Екатерина должна получить около 100 тысяч рублей. Уверенность есть в этом? Я очень надеюсь. Ну вот адвокат Вита Александровна сказал, что возможно еще пенсионный фонд подаст кассационную жалобу. Но надеюсь, что этого не будет. Полагаем, что даже если обращение будет все-таки в кассационном порядке, то считаем, что в принципе решение устояло. И это дает возможность другим женщинам, которые на сегодняшний день оказались в такой же подобной ситуации, обращаться с исками для того, чтобы восстановить свое нарушенное право. Аналогичное решение апелляционный суд вынес сегодня и по другой жалобе пенсионного фонда. Ситуация похожая. Мария Мамаева под тем же основанием, что и Екатерина получила отказ в выплатах. Только в суде ее интересы представляла Ивановская областная прокуратура. Сейчас прокуроры готовы поддержать и других родителей, которые не получали выплаты на детей по тем же причинам. По нашим сведениям, этот вопрос достаточно актуален для Ивановской области. Такие отказы имели место уже быть. И хочу отметить, что те лица, которые заинтересованы в решении этого вопроса, вправе обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением, которое будет рассмотрено и решен вопрос об защите в судебном порядке прав детей на реализацию мер государственной поддержки. Но можно ли вовсе обойтись без исков? Ранее депутаты Ивановской областной думы инициировали изменения в закон и обратились на федеральный уровень. Но подобные решения – небыстрый процесс. Законодатель на сегодняшний день изменения или какие-то разъяснения нам не внес. Соответственно, мы исходим из той нормы права, которая была принята. Поэтому полагаем, что до изменения или внесения изменений в данную норму закона эти иски так и будут подаваться. Пока не будет изменений в нормативно-правовой акте. Пока что в суд на подобные отказы в выплатах из-за законодательного пробела поданы только два иска. Оба решения с положительным результатом для одиноких мам. Поддерживать и другие подобные иски готовы не только в прокуратуре, но и в Верхневоложском юридическом бюро. Наталья Сергеева, Сергей Тютин и Максим Шишкин. Телекомпания «Барс». Жителям региона предлагают напрямую обращаться в федеральную антимонопольную службу в случае, если кто-то столкнулся с необоснованным ростом цен. Тем не менее, отдельные социально значимые продукты серьезно подорожали. Напомним, в начале марта крупные торговые сети публично объявили, что на добровольной основе приняли обязательство минимизировать наценки на хлебобулочные изделия, молочную продукцию, сахар и овощи. Обещали повысить доступность продовольственных товаров для граждан «Ашаны», «Пятерочки», «Магниты» и «Океи». Спустя три недели предлагаем сравнить стоимость товаров в первой необходимости. Вот так, к примеру, сегодня выглядит фактическая картина с ценниками на продукты в Ивановском гипермаркете «Окей» на Лежневской улице. Буханка ржаного за три недели подешевела на целых 2,5%. Цена на хлеб к 23 марта опустилась до 24 рублей. Что касается молока, литровую бутылку постерилизованного можно купить за 60 рублей. С начала марта оно подорожало более чем на 50%. Куриные яйца второй категории также подросли в цене. Сейчас десяток стоит 74 рубля. Что касается овощей, стоимость картофеля поднялась, но ненамного. Килограмм продается за 43 рубля. Белого сахарного песка на полках «Окея», как и раньше, вы не найдете. Правда, кроме тростникового, сейчас появился рафинад в упаковках. В свою очередь, цена популярной гречки в магазине заметно выросла, причем больше, чем в два раза. За килограмм придется заплатить 190 рублей. И завершает наш традиционный список социально значимых продуктов растительное масло. Бутылка объемом 0,9 литра подешевела на 1% и сейчас продается по 94 рубля. Мы продолжим мониторить цены на основные группы товаров. Владимир Еремин, телекомпания «Барс». Сейчас посмотрим короткую рекламу, и вот о чем расскажем сразу после нее. Больше 100 тысяч заплатила за тур семья из Новый Талец. Но съездить так и не получилось. Пострадавшие обратились в суд. Не состоялась эта, конечно, наша мечта. Но мы надеемся, что в ближайшее время мы все равно туда съездим. Привезем земли, как говорится, родную, могилку отца. В Иванове продолжается благоустройство общественных территорий. На площади Ленина приступили к установке лавочек качелей. В течение двух-трех недель люди смогут кататься. В этом году в Иванове планируют благоустроить еще две локации. В Иванове завершаются отделочные работы в отреставрированном объекте культурного наследия, которое располагается на улице Ермака. Более ста лет назад это были два здания, в которых располагались богодельня и больница. Оконными проемами их соединили в 30-х годах прошлого века. Как сейчас выглядит здание внутри и снаружи, посмотрел мэр города и владелец. Репортаж Ирины Афониной. В советские времена в здании на Ермака располагалась детская больница, потом ее закрыли. В результате объект культурного наследия долгие годы разрушался. Здание находилось в ужасном состоянии. Многие конструкции были аварийные. Например, были разрушены крыши, перекрытия, были разрушены межэтажные лестницы. И нам многое пришлось сделать для того, чтобы восстановить надежное техническое состояние этого здания. Приблизительная стоимость реставрации объекта культурного наследия – 100 миллионов рублей. Таких средств в бюджете, естественно, не было. В конце 2020 года здание выкупил инвестор. Обременение было в части того, что это объект культурного наследия. В социальной функции это не было обременение, это была просьба от города сохранить социальную направленность этого здания. Что мы, в принципе, и сделали. На сегодняшний день здесь открывается детский сад, открываются школы иностранных языков. Поэтому мы дальше будем сохранять эту функцию. Инвестор выбрал местную подрядную организацию «Иванова реставрация». Андрей Филиппов прокомментировал, что его фирма, которая располагается в столице, также занимается реставрационными работами. Поэтому и принял решение вложиться в наш объект. Показать, как можно приспосабить исторический объект под современную функцию в реалиях настоящего времени. Ответственный момент – монтаж современных инженерных сетей в старое здание с деревянными перекрытиями. Они должны быть установлены так, чтобы не доминировать над исторической конструкцией. Утраченные элементы мы восстанавливали очень кропотливо по историческим образцам, которые также находились здесь на объекте. Поэтому была сделана большая работа, и мы максимально постарались сохранить все исторические элементы и показать, и открыть их в интерьере, чтобы их могли увидеть как можно больше людей. Неотъемлемая часть здания – лестница. Этот объект, с одной стороны, обеспечивает жизнедеятельность постройки, с другой является элементом декора, предметом искусства. Владимир Шарипов признался – отреставрированное здание впечатлило. Отметил тщательный подход подрядчика к проекту, к сохранению всех архитектурных особенностей. Я не смог найти отличия. Вот в лестничном марше тот, который оригинальный, тот, который сейчас уже был изготовлен Ивановой реставрацией. У нас есть еще несколько проектов по архитектурному наследию, и, конечно, я надеюсь, что Андрей Михайлович примет в них активное участие. Сейчас у нас по нескольким объектам переговорный процесс идет. Кстати, инвестор Андрей Филиппов уточнил, что на внутренней территории здания предполагается строительство дополнительных социальных объектов. Один из них, вероятно, общеобразовательная школа. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Надеялись осуществить мечту покойного мужа и папы съездить на Алтай, а остались и без путешествий, и без денег. Семья Гусевых из Ново-Италиц выиграла суд, и теперь Ивановский туроператор на один тур должен выплатить им больше 300 тысяч рублей. Однако в компании с таким решением не согласна и намерена его обжаловать. Подробнее расскажет моя коллега Яна Ведерникова. Поездка на Алтай для семьи Гусевых была особенным событием. Вера Гусева рассказывает, это была заветная мечта ее покойного отца, который родился в тех местах. Мужчина грезил о том, чтобы вновь увидеть родные просторы. Супруга с дочкой решили осуществить его мечту. У меня главный организатор, дочка, она сказала, что поедем, мать, съездим на родину отца, посмотрим, где он жил, места, его детство прошла, река, аллея там, куда он ходил рыбачить. Я говорю, хорошо, поедем. Вот мы накопили эти деньги и обратились к Михаилу. Он пообещал, что все будет хорошо, все будет нормально. Но мы ждали. Только когда осталось до поездки, уже в дорогу собирались, покупали себе одежду, там, все, как говорится, в то поход готовились. Говорит, поездка ваша отменяется, тур не состоится. Путевку на июнь прошлого года купили у оператора на один тур. По словам Веры Гусевой, поездку отменили из-за того, что у местной турфирмы не набралась группа. Доверяя человеку, я не стала составлять дополнительные соглашения к договору, была устная договоренность о том, что тур перенесен на август месяц. И опять была названа та же причина, что тур не может состояться, потому что там не набрана группа. Тогда женщина написала заявление на возврат средств. Полтора месяца пыталась вернуть деньги. Устала, нашла юриста, обратилась в суд и выиграла его. Ни на одно из заседаний мой ответчик не явился. Это свидетельствует, по сути дела, о том, что и сказать ему было нечего, и значит, это все обман и вранье. Решение суда вступило в законную силу 1 марта этого года. По решению суда мне положена неустойка, мне положен штраф как потребителю, расходы юриста. То есть по решению суда фирма мне должна 34 тысячи. По словам женщины, на один тур вышли с ней на связь только после того, как она разместила во ВКонтакте отзыв о работе туроператором. Позвонил директор фирмы Михаил Барышев и сегодня, вероятно, после нашего запроса комментария. Нам была предоставлена запись разговора. Миша, 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 я разглагольствовать не буду. Говори конкретно это решение. Вера, тебе все написали вчера. Мне не надо писать. Но вы хотите войны. Если ты хочешь решение какого-то, нужно убрать свои литературные записи. Пока деньги не будут у меня, я ничего. Если что-то будет на экранах телевизора, я не боюсь, конечно. Конечно, естественно, я буду говорить то, что выгодного нет. Я могу тебе это сразу сказать. Как говорит директор, на один тур уведомления о суде они не получали. Решение намерены обжаловать. Будут требовать его отменить. Руководитель туроператора говорит, компромиссу по возврату денег прийти не смогли. Куда она пришла в 2021 году вначале заключить договор на тур в Алтай. Потом по заявлению она его отменяла. Потом что-то она еще перебронировала. Я уже сейчас не помню о заточенстве. И история закончилась тем, что последнюю путевку она также аннулировала. В связи с тем, что ей казалось, что она не уедет второй раз, она посчитала, что раз не присылают ей ваучеры. Хотя ваучер должен быть присылом за 24 часа, а не ранее. Семья Гусевых намерена положенной получить и все-таки отправиться на Алтай. Не состоялась эта, конечно, наша мечта. Но мы надеемся, что в ближайшее время мы все равно туда съездим. Привезем земли, как говорится, родной, на могилку отца. Яна Ведерникова, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». На площади Ленина в Иванове появятся лавочки-качели. В среду строители приступили к подготовительным работам. Как скоро качели станут доступны для отдыха и что еще планируют благоустроить в городе в этом году, расскажет Алина Марачева. На площади Ленина сегодня стоит строительный шум. Прохожие удивляются, рабочие же постепенно огораживают все больше участков. Говорят, отдыхать ивановцам теперь будет комфортнее, ведь в скором времени здесь появятся четыре лавочки-качели. Ранее точно такие же были установлены на набережной реки Увадь. Площадь достаточно пустая и хотелось добавить еще взаимодействие с пространством, кроме фонтана. И учитывая, что на площади гуляет много родителей и их детей, то качели как раз станут дополнительной точкой притяжения. Масштабное обновление у площади Ленина было в 2018 году. Асфальт сменили на гранитную плитку, по периметру пустили чугунное ограждение. Появились торшерные светильники, а еще первый в Иванове сухой фонтан. В прошлом году ивановцы обратились в администрацию с предложением продолжить благоустройство площади и установить полюбившиеся многим лавочки-качели. В начале этого года был заключен контракт с подрядчиком. По договору работы должны быть закончены до 30 июля этого года. Строители же обещают завершить все намного раньше. Сейчас производятся работы по выборке грунта, разбору оснований, после чего будут установлены качели, залиты бетоном и смонтированы качели. Но сроки планируется, все зависит от погодных условий. В течение двух-трех недель люди смогут кататься. К слову, площадь Ленина не единственная локация, которая преобразится в этом году. По программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год запланировано благоустройство еще двух мест. Первое – это территория около Мемориала Героям фронта и тыла. Большая территория, порядка 10 тысяч квадратных метров, дорожки. Там должно быть установлено видеонаблюдение, освещение. Ну и там мы определили вместе с жителями, что будет располагаться из тела, которая посвящена присвоению нашему городу высокого звания «Город трудовой доблести». Второй локацией станет сквер за современником. На этой территории планируют провести озеленение, обустроить тротуары, наладить линию освещения и систему видеонаблюдения. А самое главное – восстановить амфитеатр. Алина Марчева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». А сейчас о погоде, что обещают синоптики в ближайшие сутки. В четверг в нашем регионе ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер юго-западный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 47%. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидается понижение температуры. На пару градусов возможны осадки. Государство каждому гражданину, который платит кредит, дает право раз в 5 лет списать кредитный долг. Узнайте как. Звоните 34-61-55. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Интересные истории, видео и фотосообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры в Вайбер, Телеграм, номер сейчас на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. А наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин